В эфире новости общественного телевидения «Наукограда» в студии Антонина Лямкова. Евгения Андреев, здравствуйте. Вот о чем мы расскажем вам сегодня. Администрация Бийска отстояла низкие цены на общественный транспорт. Повышение будет минимальным. Алтайский край в числе лучших регионов для туристов. Мы в финале всероссийского конкурса. День автомобилиста в Бийске отметили гонками. Спортивный комплекс «Заря», «Планетарий», квартал с десятками жилых домов и объектов инфраструктуры появились в Бийске благодаря этому человеку. А еще он воспитал целое поколение специалистов-химиков. Это Яков Федорович Савченко. В честь столетия почетного гражданина города на Молодежном центре Родины сегодня открыли мемориальную доску. Подробности расскажет Ирина Дубицкая. С именем Якова Савченко в нашем городе связано становление научно-производственного центра «Алтай» и появление квартала АБ. Под его руководством выполнялись правительственные задания и укреплялась оборонная мощь страны. Это благодаря Якову Савченко наш небольшой провинциальный город знали в Советском Союзе. Так считают те, кто работал рядом с ним. А еще они вспоминают. Удивительный был руководитель и уникальный человек. Дар Божий, что ли, распознавал человека. Вот пообщается несколько и говорит, это нормальный человек, это с гнильцой. И был добрейшей душой человек, что для руководителя очень редко бывает. Если человек не справлялся с задачей, он его просто перемещал на место где-то, и нормально. И помогал независимо от этого, любому человеку. Дело, начатое Яковом Савченко, сегодня продолжают его последователи. Ему они посвящают свои победы и открытия. В 10 часов, в 9.50 мы провели на своем стенде испытание нового ракетного двигателя. Это уже не первое испытание, двигатель, о котором говорить я не буду. Но это шаг вперед еще, наверное, на десятилетие по сравнению с нашими потенциальными противниками. Разработка достойная и идет успешно. Это тоже посвящается памяти Якова Федоровича Савченко. К столетию почетного гражданина Бийска, заслуженного деятеля науки и техники РСФСР, сегодня открыли мемориальную доску на здании молодежного центра Родина. Имя Якова Савченко уже увековечено Бюстом. Есть мемориальная доска на спортивном комплексе «Заря». Но заслуги этого человека невозможно переоценить. И мы сегодня говорим спасибо, что такой человек среди нас был. Человек, который положил, может быть, начало тому, что не так давно относительно мы получили статус наукограда, потому что зачатки были еще в те годы положены именно этим человеком. После открытия мемориальной доски в центре Родина состоялась презентация очередного номера Бийского вестника. Альманах посвящен столетию Якова Савченко и 55-летию предприятия ФНПЦ «Алтай». Ирина Дубицкая, Алексей Мельков, Новости ОТН. Алтайский край стал финалистом конкурса «Лучший регион для туристов». Жюри оценивало готовность региона к приему гостей, инфраструктуру и действия целевых программ. Конкурс организовал Всероссийский телеканал о путешествиях «Моя планета». Бийск недаром называют «Золотыми воротами Алтая». Наш город имеет непосредственное отношение к туризму. Через Бийск проходит множество туристических маршрутов, в том числе и брендовых «Малое и большое золотое кольцо Алтая» и новый маршрут «Казачья подкова». Через Наукоград ежегодно транзитом проезжает около 2,5 миллионов туристов. Не менее 100 тысяч из них останавливаются в Бийске, чтобы познакомиться с архитектурными историческими памятниками. Эта цифра с каждым годом увеличивается. Если удастся одержать победу в конкурсе, престиж региона станет еще выше, а значит для туристов Алтай станет еще более привлекательным. Автоперевозчики вышли с предложением поднять стоимость проезда до 17 рублей. Новые тарифы уже утверждены. Сколько будет стоить проезд в городском транспорте, расскажет Евгений Плохотин. Стоимость утверждена. С 1 ноября цена проезда в городских автобусах, газелях и трамваях станет выше. Автопредприниматели еще в феврале вышли с предложением увеличить стоимость билета. По их расчетам оптимальная плата, которая покроет хотя бы часть их расходов, составляет 17 рублей. Действительно, то, что они хотят, это желаемый уровень. И, конечно, более высокий тариф позволит и автоперевозчикам, и трамвайному управлению и развиваться, и повысить заработную плату на более высокий уровень, соответственно, выплачивать налоговые отчисления все, и содержать транспортное хозяйство и транспорт в соответствующем состоянии, потому что это перевозка людей, это социальный транспорт. Повышение тарифа – решение, конечно, непростое. Но сегодня, как утверждают автоперевозчики, мера эта вынужденная. Последний раз стоимость проезда повышалась в 2011 году. Тогда горожане стали платить не 10, а 11 рублей. Но я считаю, что если есть необходимость в городе, значит, надо с этим согласиться. Все цены подросли, значит, и билет может увеличиться в цене. Мнение пассажиров в данном вопросе разделилось. Не все горожане понимают необходимость повышения стоимости проезда. 17 рублей для Бийска – это, конечно, много, посчитали в городадминистрации. Такую цену платят в Новосибирске. Рассчитав все доходы и расходы, решение по стоимости принято. Уже через неделю, 1 ноября, кондуктору придется заплатить не 11 рублей, как мы все с вами привыкли, а 13. Для нас эта цифра, собственно, можно сказать, даже выстраданная. Просто дальше уже содержать автобусы будет не на что. Все дорожает. Кроме того, с 1 ноября возрастет плата и в трамваях. И тоже на 2 рубля. В трамвайном управлении дела обстоят еще хуже. Сотрудники этого предприятия не видели прибавки к зарплате с 2008 года. На ремонт вагонов денег не хватает. Трамвайные пути и вовсе в плачевном состоянии. Планируем, чтобы стоило 12 рублей. Это, в общем-то, самый низкий тариф в регионе. Поэтому я не думаю, что запредельная стоимость проездного билетика. Сегодня в Бийске стоимость проезда в общественном транспорте самая низкая в нашем регионе. Так, в краевой столице цена одной поездки составляет трамвай 13 рублей, автобус 14 и газель 15. Уже в следующем году автоперевозчики намерены в очередной раз выйти с подобным предложением. И поэтому мы просим понимания от наших жителей, что поднимаемая стоимость проезда на 2 рубля, потому что у нас уже у самих стало очень тяжелое финансовое положение. У нас работают такие же люди, которые есть семьи, которым также они обслуживаются таким же транспортом и есть дети. Евгений Плохотин, Алексей Мельков. Новости ОТН. Мероприятие без аншлага на социальной ярмарке в эту субботу на удивление было немноголюдно. Даже хорошая осенняя погода не собрала на Петровском бульваре ни покупателей, ни продавцов. Лишь 9 предприятий изъявили желание представить свою продукцию. Причем больше всего было галантерейных товаров. А вот продуктов, колбасных изделий не так много. Хотя ярмарка социальная, цены мало отличались от розничных. И покупателей было не так уж много. Дело в том, что стоимость на продукцию устанавливают сами производители. И диктовать им никто не может. А в краевой столице, например, подобные ярмарки пользуются огромным успехом. Так в эту субботу семь ярмарочных площадок в Барнауле наторговали в общем на 5 миллионов рублей. Цены на овощи там были ниже в среднем на 29-44%, чем на рынках и в магазинах города. Причем на всех площадках была организована доставка крупных покупок. Студенты-волонтеры помогали пожилым людям донести сумки до остановки или подъезда. Так что бийским производителям есть с кого брать пример. Следующая социальная ярмарка в нашем городе состоится в ноябре. В рыцаре нарядился, а меч из камня вынуть так и не дали. Наш корреспондент Руслан Колюх поучаствовал в исторической реконструкции. Все шутишь, Тоня. Поединка на самом деле так и не было. В старинном особняке купца Осанова прошел фестиваль «Меч в камне». Все желающие смогли познакомиться с вооружением и снаряжением разных государств и эпох. Почувствовать себя японским воином 16 века можно было на этих выходных в Краеведческом музее Бийска. Вот эти доспехи сделаны из настоящего листового металла и весят почти 17 килограмм. И это считается легкие доспехи. Все наряды сделаны по фотографиям, которые были присланы из японских музеев и полностью соответствуют историческим аналогам. Увлечение это довольно затратное. Все доспехи делают только на заказ. На изготовление уходит до шести месяцев. А цена одного комплекта начинается от нескольких десятков тысяч рублей. Члены клуба «Клан Токеда» представили искусство владения боевым мечом Катори Синторю. И это не просто взмахи мечами. Это военное искусство, японское боевое фехтование. Чтобы стать настоящим воином, упражнения по владению мечом нужно повторить 10 тысяч раз, гласит учение мастеров этой школы. Цель фестиваля, собственно говоря, пробудить, во-первых, интерес к истории. Не только мы представляем Японию, кто-то представляет Западную Европу средневековую, Русь. И обратить внимание жителей нашего города на этот дом, который мы очень любим, дом купца Осанова, который находится в жутком состоянии. Чтобы люди еще раз взглянули и поняли, что гибнет одно из самых красивых зданий нашего города. Это основной такой посыл был фестиваля, собственно говоря. Помимо демонстрации боевого духа клана Токеда, в историческом музее можно было увидеть и старинные европейские танцы, которые представил ансамбль «Исток». Кроме того, гости побывали на японской чайной церемонии, освоили азы оригами и чеканку монет. Посетители однозначно остались довольны, даже самые юные из них. Мне понравилось очень побыть в этом музее. Я тут посмотрела очень много, очень много. Теперь я настоящий самурай. Руслан Колюх, Андрей Агрызков, Новости ОТН. Согласитесь, многие из нас мало знают исконно русские традиции, по которым жили наши предки. Восполнить пробел решили в бийском отделе ЗАГСа. Новобрачным рассказали, как и почему на Руси свадьбы играли после праздника покрова. Дело в том, что к этому дню завершалась уборка урожая и наступало время отдыха. Девушки усердно молились, чтобы найти себе суженого. На Руси невест выбирали родители, посоветовавшись духовником семьи. Жениху такой выбор не доверяли, потому что боялись, что он сделает его необдуманно. Когда выбирали невесту, то прежде всего обращали внимание на то, как она работает, что умеет делать. Семье жениха нужна она была еще в качестве работницы. Крестьяне устраивали смотрины невест на играх-хороводах, где девушки и парни показывали свою сноровку. Народ верил, что Богородица своим покровом оберегает и защищает молодые семьи от бед. Поэтому в старину на покров всегда было много венчаний. Все хотели долгой и счастливой семейной жизни. Я думаю, что лишь уважая свои корни, зная свои традиции, мы сможем привить уважение к себе. Сегодня мы рассказали молодым людям о традициях покровских свадеб. И это здорово, что в октябре, так же, как и давным-давно на Руси, играется очень много свадеб. Сегодня у нас 31 пара заключит брак. Значит, традиции живут, продолжаются. Они живут в сердцах молодых, что самое главное. И поэтому, я думаю, такие люди, которые уважают и знают свои традиции, смогут создать самые счастливые, самые дружные и крепкие семьи. 35 тысяч рублей на лечение ребенку. Такую сумму собрали организаторы благотворительного концерта. Он состоялся в эти выходные во Дворце культуры Бийского олеумного завода. На сцене выступили лучшие творческие коллективы исполнителей города. Мой край, для меня это родина, а родина это Алтай. Напомним, Денису Долгову требуется пересадка почки. В Израиле мальчика не смогли прооперировать из-за того, что ему уже сделали три операции, и организм сильно ослаб. После большого медикаментозного лечения. Сейчас деньги необходимы на восстановительную терапию. Только потом можно будет сделать пересадку почки. Донором выступит один из родителей. Но для этого семье предстоит найти немалые денежные средства. На концерт пришло более 250 человек, и каждый помог, чем мог, пожелав Денису скорейшего выздоровления. А у нас традиционный звонок от наших зрителей. С нами на связи жительница села Сорокино Олеся Аверина. Олеся, здравствуйте. Добрый вечер. Рассказывайте, какие у вас новости? Замечательные новости. Мои работы принимали в Германии. Участие в выставке Евротедди. А что за работы? Ну, я занимаюсь авторскими коллекционными игрушками. И вот, отправила в Германию. В выставке такого уровня уже принимали участие? Ну, я уже принимала международную выставку. Участие это было в Новосибирске. Ну, а вот за границей впервые для меня вообще это шоу. И счастье. Мы вас поздравляем. Дальнейших успехов вам. Спасибо. Звоните нам еще. До свидания. Спасибо. Если вам тоже есть что нам рассказать, звоните в редакцию по телефону 3308-95. И, возможно, уже завтра героем нашего сюжета будете именно вы. Каждое третье воскресенье октября в России празднуют День Автомобилиста. В Бийске этот день отметили открытыми соревнованиями по каркингу. За победу боролись гонщики из нашего Наукограда, а также из Барнаула и Новосибирска. Кто стал самым быстрым, узнал Дмитрий Дробышев. Проверить основные узлы агрегата, а главное давление в шинах. Участники заездов внимательно готовятся к старту. Соревнования проходят в трех классах. Это дети, маленькие кадеты сейчас поедут. Потом второй класс, это классы ракет 120, более мощные машины. Ну и третий класс, класс свободный. Это уже профессиональные гонщики, профессиональные машины уже самые мощные. На этой трассе участники разгонялись примерно до 60 км в час. Но для таких автомобилей это далеко не предел. Максимальная скорость карта около 150 км в час. Карта в основном сейчас импортного производства. То есть вот этот вот стоит, калий карт итальянский, двигатель тоже итальянский, бескоробочный. Этот класс как раз свободный. То есть 37 лошадиных сил у него мощность. Очень надежный, как все иностранное. У него есть электростартер, то есть человек сел, не надо его толкать, пихать никуда. На кнопочку нажал, завелся и поехал. Для юных бейчан картинг – это возможность испытать на себе все ощущения пилота гоночного болида. Кстати, многие пилоты «Формулы-1» начинали именно с картинга. Вот и этот молодой человек может вскоре бороться за лидерство на серьезных соревнованиях. Я катаюсь уже 5 лет, но первый картинг у меня был «Симпсон» немецкий, 4-скоростной паутинник. А сейчас вот на ракету уже пересел. Быстро, вот такая тема, вообще классно ездить. В Бийске сегодня работают 4 картинг-школы. К сожалению, в этот раз сильнее всех оказались любители скорости из Новосибирска. Но и наши ребята себя хорошо показали. Итак, в классе «Кадет» победил Николай Клеменков из Новосибирска. Второе и третье места заняли наши земляки – Дмитрий Мезенцев из Бийского детского домотворчества номер 1 и Вадим Степанов из станции юных техников. В классе «Ракет-120» первые две строчки заняли Роман Христунов и Николай Клеменков из Новосибирска. Третьим пришел Иван Свиридов из детского домотворчества номер 1. В свободном заезде первым стал Роман Христунов из Новосибирска, двое битчан Алексей Черемисин и Вячеслав Раев-Шнайдер заняли второе и третье место. Дмитрий Дробышев, Руслан Колюх, Андрей Огрызков. Новости ОТН. На этом у нас все. Мы с вами прощаемся. Впереди погода от народа. Мы ждем вас ежедневно в нашей студии. Всего вам доброго и до встречи завтра ровно в 19.30. Ну а кому не терпится, смотрите нас в интернете на канале Ютуб. Редактор субтитров А.Семкин